Набережная и дорога на Раздольные Орловские театры были в центре внимания на аппаратном совещании у губернатора области Вадима Потомского. Все юбилейные объекты будут сданы в срок, заявил Николай Злобин. Объем работ на сегодняшний день значительно увеличен. Предполагаем, что за август этот объем будет еще увеличен. Подтверждается, Андрей Иванович? Поэтому считаю, что здесь при таких темпах мы, в общем-то, и на график выйдем к первому сентября, и на выполнение выйдем плановые в этом году. Также Вадим Потомский дал поручение увеличить темпы строительства жилья для пострадавших при взрыве склада пиротехники в апреле этого года. Там нет такого объема, чтобы так это тормозило. Это все данное нужно, чтобы под крышей было заведено быть. Два человека, я видел на одном доме, два человека, они каменщики, кладывают облицовочный кирпич, там окладываются, пеноблок или что-то там окладывают. Мы такими темпами будем долго людей содержать в гостиницах. Только по двумя считаем, отстаем там, но там наверстаем. Что касается трех первых домов, которые строятся там, отставаний нет, мы вложимся даже однозначно. Говорили на аппаратном совещании о ходе уборочной. По информации Владимира Каратеева, все районы активно включились к сбору урожая. Около 600 тысяч тонн зерна уже намолочено. На ряду с уборкой о зимах колоссовых 18 районов области приступили к уборке яровых. Всего убрано 33 тысячи или 9,1 процентов. Намолочено почти 92 тысячи тонн. Это горох, ячмень, овес. Лидерами в уборке урожая, как и прежде, остаются Должанские, Колпнянские и Малоархангельские районы. Продолжение следует...